Итак, моя тема моделируемых динамических процессов горных породов. Основной задачей компании АК Алроса является снижение техногенной повреждаемости алмазов в процессе добычи и обогачения алмазов содержащих рук. Техногенные повреждения приводят к значительному снижению стоимости товарной продукции в результате изменения природной формы, уменьшения массы или нарушения внутренности целостности кристаллов. Степень неизменности этих характеристик принято называть сохранностью алмазов. В данный момент добыча производится шпуровыми или камуфлетными зарядами на уступах. Для упрощения и построения теоретической модели мы выбрали камуфлетный метод. И в состоянии добычи нет единого механизма взрывания, щадящего подрыва. И сейчас на глубине около 500-600 метров на карьере мирной подтопленность происходит в бутылках уступов. То есть порода обводненная и когда не могут применить малоплотные взрывчатые вещества, то есть они тупо не уходят в шпур. И применяют высокообразованные взрывчатые вещества, которые дают высокий импульс волны напряжения и создают высокие напряжения для разрушения алмазов. Цель работы я промоделировал методом конечных элементов ударно-волновых процессов вещающих породов и провел оценку параметров влияния заряжения крючатого вещества и конструкции заряда на подвиженность информируемого состояния породы и кристаллов. Сначала выдвинуто было предположение, что кривая нагружение, поскольку я столкнулся с этой проблемой впервые, когда начал приступать к ней, то решил, что форма импульса имеет синонизальную форму и нагрузил, конечно, элементное тело с информируемым импульсом. Я проверил динамические параметры отклика среды, то есть ударная волна бежит, и все, что модель работает. Просто интересно. Далее я начал искать дальнейшие методы, как нагрузить породу, и наткнулся на два способа. Это многокомпонентная метродинамика, это создается в произвольном аллограмме элеровых сетках, и постановка задачи детонации и распространения ударной волны в среде взаимодействия с ее элементами. Также есть функция конвейер. Она позволяет задать точку взрыва, но не позволяет задать объем взрывчатого вещества, но можно задать мощность взрывчатого вещества в противовом эквиваленте. То есть для моих целей она слабо подходила. Сейчас объясню, почему. Управление взрывом происходит при создании воздушного или водяного взора, или уменьшение плотности, мощность вещества. Так вот, если поставить точку в центр взрыва, я не могу ее окружить каким-то воздухом или водой, потому что она бесконечно малая точка. Нужно будет считать значительного щитового объема. Эта функция используется для действия взрыва на какую-то конструкцию. И вот я рылся, рылся, рылся в литературе и нашел анти-софтодайм. Передовой инструмент для явного динамического анализа, предназначен для моделирования высоконелинейной динамикой четвертой тел. Позволяет решать задачи разрушения от фрола, динамики, звуковые удары. И, приступив уже к постоянному изучению, было, что вручатое вещество задается уравнением с состоянием Джон Вилла Кель Ли. Данное уравнение позволяет теоретически описать экспериментальное действие взрыва. То есть мы видим тревую нагружение, производимое взрывчатым веществом. И значения константа АБР1 и Р2 и Омега для многих распространенных взрывчатых веществ были определены в динамических экспериментах коллегами и работчиками программного обеспечения АКСИСОВ. Так, ну вот основные виды управления действием взрыва. Тип взрывчатого вещества определяется теплотой взрыва и плотностью заряжения. Использование конструкции с зазором, заполненным водой, и использование конструкции с зазором, заполненным воздухом. Сама конечная элементная модель строится через сектор из материала, задается в лаграндровых координатах. И смотрим параметрам. Тут у нас используется объемный модуль сжатия, скорость поперечной волны и скорость продольной волны. Далее создаем граничные условия и устанавливаем датчики равных расстояния радиуса заряда. Граничные условия свободны. Здесь свободное перемещение вдоль оси И, здесь свободное перемещение вдоль оси И. То есть это просто уменьшение области решаемой задачи. Производится, выпускается расчет, и мы видим ударную волну, протекающую в процессе детонации датчики показывают нам кривые давления в каждом времени и в каждой сточке. Строим по максимуму кривую и можем сказать, что у нас плотное заряжение, будем отталкиваться от него. Так, вот влияние воздушного зазора. Чтобы увеличить зазор, нужно либо уменьшить плотную, не плотную, то есть радиус взрывчатого вещества, либо увеличить радиус шкура. Я просто увеличил радиус шкура. Начал с этого, чтобы для чистоты эксперимента. Заметно значительное снижение импульса взрыва, кривое нагружение. Далее, использование водяного зазора. Оно снижает, но незначительно, и тем самым не является хорошим снижением друбной мощности вещества. И использование малоплотного заряжения. Оно практически совпадает с водушным зазором, но есть некое расстранение, что позволяет нам судить о том, что уменьшение плотности друбчатого вещества и воздушный зазор отлично влияет на снижение ударного действия друбчатого вещества. И в заключение хочется сказать, что наибольшая интенсивность воздействия волны напряжения на нагружаемой среде проявляется при использовании мощных жирческих веществ и при плотном заряжении зарядной камерой. Для создания водяного зазора при принятом диаметре скважины обеспечивается за счет снижения эффективного радиуса заряда. В случае сохранения радиуса заряда и создания водяного зазора за счет увеличения диаметра скважины отмечается сохранение интенсивности волны напряжения. Конструкции заряда с воздушными зазорами легко снижают параметры волны напряжения в взрываемой среде и в верлите. И показано, что управление дроблением горных порог путем изменения конструкции заряда позволяет регулировать зоны дробления, хищенообразования и откола. А следовательно можно осуществить снижение потенциально опасной зоны повреждения кристаллов. И выполнены работы подготовки модельного эксперимента в блоке органического стекла для различных конструкций заряда, которые позволяют оценить радиуса потенциально опасной зоны отгрузки террогенной породы. А при этом у вас не используются, скажем, множественные изрывы в согласовании, то есть помехи в параметры в согласовании, или преднаправленные субтитры отвести, в другую сторону, в любую сторону, какие-то такие вещи? Нет, я не затрагивал, мне просто нужно было сначала локальное изучить. В дальнейшем я буду изучать влияние всех плотностей, зависимости. У меня нет пока характеристик для дробчатых веществ, используемых на производстве. Это характеристики американского эксперимента. На нашем производстве мне нет, но я думаю, что это можно будет подогнать под уравнение и получить все характеристики.